Лишним доказательством чему остается нефтепровод «Дружба». Этот масштабный проект был запущен ровно 50 лет назад и стал, по сути, пуповиной, соединяющей Советский Союз с Восточной Европой. И, похоже, сегодня, полвека спустя, в этом смысле мало что изменилось. О том, как продолжается «Дружба» наш коллега Кирилл Кирьянов. Брянская область, город Новозыпков, самая западная точка магистрального нефтепровода «Дружба» на территории России. До границы с Белоруссией считанные километры. Здесь труба ненадолго появляется из-под земли, чтобы пройти через насосную станцию и снова уйти под землю. Полувековой юбилей нефтепровода для его сотрудников действительно большой праздник. У многих из них с дружбой связана вся жизнь. Мы музыкой насосов гул зовем, добро творить с годами не устали. По жизни свято крест нефтяников несем, нашей родной и самой важной магистрали. Как и многие большие стройки СССР, прокладка нефтепровода была овеяна романтикой. На запад Советского Союза съезжались комсомольцы со всей страны. Строить дружбу начали в декабре 60-го, через год после подписания соглашения между правительствами стран социалистического содружества. По стальной артерии, протянувшейся на тысячи километров, советская нефть скоро потечет в Чехословакию, Польшу, Менгрию и Германскую Демократическую Республику. На тот момент это был сложнейший объект подобного рода в мире. Опыта строительства таких нефтепроводов не было ни у кого. От берегов Волги на 4500 километров протянется крупнейший в мире трансевропейский нефтепровод «Дружба». Интересно, что прокладка первой очереди «Дружбы» началась с конца, из Чехословакии к границе СССР. Чуть позже из Самарской области начали тянуть уже советскую часть нефтепровода. Они соединились в 64-м. Тогда нефтепровод и был официально открыт. Анатолий Лайков хорошо помнит первые годы работы «Дружбы». Он пришел сюда 20-летним юношей на место оператора насосной станции. Сейчас, говорит он, здесь все изменилось. До наших дней, середины 60-х, сохранились только вот эти задвижки. Да, это первые задвижки, которые были установлены, проработали уже 50 лет. Производство в Италии. Вспоминает. Тогда приходилось на ходу осваивать работу с импортной техникой. В операторах у нас было оборудование автоматика венгерская, австрийская, ГДРовская и сумская, украинская родная электроника вся была. Вот поэтому сбор такой, ну недаром же «Дружбы» называют «Дружбой». И действительно, «Дружба» была больше, чем просто инфраструктурным проектом. Это был проект во многом политический. Этим нефтепроводом Советский Союз в буквальном смысле связывал свою экономику с экономиками стран социалистического лагеря. Разумеется, условия поставок сырья для европейцев были весьма льготными. После запуска нефтепровода в середине 60-х злые языки в СССР подшучивали над его названием. Мол, отдаем нефть по «Дружбе» за так. Но Советский Союз, равно как и организация Варшавского договора, распались, а нефтепровод по-прежнему работает, представляя собой значительную часть уже новой архитектуры европейской энергетики. Сейчас по нефтепроводу «Дружба» ежегодно на экспорт уходят 66,5 миллионов тонн нефти. Среди покупателей все те же Германия, Чехия, Словакия и Польша. Два года назад «Дружба» приросла еще одной ниткой – «БТС-2» – из Брянска в Балтийский порт «Уст-Луга», откуда нефть на танкерах можно транспортировать в любую точку мира, избегая сложностей, которые время от времени возникают со странными транзитерами. Кирилл Кирьянов, Станислав Пономаренко, Валерий Глушаков, Олег Сошин. Вести.